Музыка Линейка всех видов ракет в качестве учебного материала представлена здесь, в Балтийском государственном техническом университете ВНМЕХ. Этот вуз готовит специалистов широкого профиля, которые могут применять свои знания в разных сферах, но в первую очередь в оборонной промышленности. И одна из главных задач учебного учреждения – это интеграция военного и гражданского образования. Доброе утро на первом канале «Включение» из Петербурга. Про этот вуз можно смело сказать. Он стоит на защите Отечества, но скорее не на передовой, а в тылу. Здесь готовят не просто будущих защитников Родины, а тех, на чьих плечах будет лежать ответственность за вооружение страны. Сегодня в ВНМЕХе более 80 специальностей, связанных с оборонной отраслью. Но это вовсе не означает, что полученные знания можно применять только в рамках одной профессии. Военная техника требует системного подхода, поэтому мы не учим по отдельным предметам, мы не готовим физиков отдельно, химиков, теплотехников, мы готовим по комплексу вооружений, где есть все эти элементы, и мы формируем системное мышление. То есть мы готовим конструкторов, технологов, эксплуатационщиков, специалистов по разработке, по расчету элементов. Сам университет – преемник традиций технического образования, сложившихся еще в Царской России. В 1875 году в этих стенах было основано ремесленное училище цесаревича Николая. Почетным попечителем являлся сам император Александр Третий. В годы блокады в мастерских университета делали оружие и боеприпасы. В 1984-м вуз получил имя Дмитрия Федоровича Устинова, выпускника, герой Советского Союза, который возглавлял оборонную промышленность до, во время и после Великой Отечественной войны. Он здесь бывал несколько раз. И в 1946 году под его началом, по его требованиям, была организована кафедра ракетостроения. Это кафедра номер один, которая сейчас действует. И эта кафедра готовит там не только ракетчиков, но и космонавтов. Гречка, Борисенко, Крикалев, Иванова – эти фамилии почитаются особо. Здесь есть не только фотографии выпускников, напрямую связанных с космосом, но и их личные вещи и даже изобретения. В качестве экспоната звездный фотометр, сделанный по заказу Георгия Гречка для изучения верхних слоев атмосферы. А вот студентка Алена Чумак свою жизнь решила связать не с космосом, а с Землей, окончив с красным дипломом факультет ракетно-космической техники поступила на оружие и системы вооружения. То есть мне стало, я вот с каждым курсом, с каждым семестром, когда начинались более серьезные занятия, мне стало вот, я вот так как, не знаю, я вот читала и заклебывалась вот в том, что я с этими знаниями. То есть я до сих пор уже занимаюсь немножечко другим направлением на данный момент, но это, ну вот не перестаю интересоваться тем, что я раньше занималась. То есть, ну и новые направления для меня более интересные, еще более стало интересно, потому что старые знания мне дают хорошую опору. Полномасштабный макет космического аппарата «ГЛОНАСС-К» – подарок выпускника военмеха Николая Тестоедова, директора предприятия информационной спутниковой системы Академика Решетнева. И это еще не единственный наглядный экспонат на кафедре космических аппаратов и двигателей. Изогридная труба, которая является несущей конструкцией аппаратов подобного типа. Этот аппарат на базе негерметичной платформы. Вот эта конструкция, казалось бы, ажурная конструкция, она выдерживает высокие нагрузки. В этой лаборатории композиционных материалов занимаются научными исследованиями. Сейчас на этапе проектирования крупногабаритная космическая антенна диаметром 50 метров. И мы сейчас, в общем-то, находимся, но я не повоюсь слова, на переднем крае науки, потому что мы занимаемся конструкциями, которые называются по-английски «smart structures». Умные конструкции, управляемые конструкции. И вот такие конструкции находят очень широкое применение, ну, по крайней мере, есть тенденция в космических аппаратах. Ну, не только в летательных аппаратах, вообще говоря, в морской технике и так далее. В канун Дня защитника Отечества военмех посетила авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Летчики вспоминают, что их первое знакомство с будущими воздушными суднами случилось именно в университете. Первый шаг в авиацию у нас был, это вот именно потрогать что-то натурное. Наверняка здесь тот же самый процесс у студентов, которые в будущем становятся специалистами, которые развивают нашу отечественную науку и технику. Двигатели для самолетов на заводе имени Климова, зенитные ракетные системы и комплексы на концерне «Алмаз-Антей», артиллерийские установки на заводе «Арсенал». Вся это и многое другая оборонная продукция создается выпускниками военмеха, вуза, который воспитывает защитников Родины одинаково сильных и духом, и умом. Юлия Михайнова, Александр Дружинин, Валентина Говорушкина и Владимир Пивнев. Первый канал Петербург.